Ох уж эти тесты. О, привет! Дружище, подтягивайся ко мне, я тебе сейчас кончу покажу. Есть в общем приложение, Амина называется. Там сидят роблоксёры, все короче кто любит роблокс. Заходим в поиск, вбиваем роблокс рашен. Выбираешь самый первый паблик, вступаешь в него и всё. Считаю, что теперь у тебя куча развлекух появилось. Чего здесь только нету. Видосики, смешные истории, различные опросники постоянно проводят, тесты интересные создают. В какой пещере можно найти стилмикс? Его же крафтить надо. Пссс, подглядывать можно за участниками, кто чем сейчас занят. И конечно же пообщаться можно. Между прочим, я в Амина роблокс тоже есть, так что если у тебя есть фан-арты какие-нибудь крутые, или видосики забавные, скидывай мне, но найди сперва. Ты ж знаешь, я люблю прятаться. Хе-хе. Ссылочка на приложение в описании. Деревня Лесорубов Всё никак не въезжал. Зачем Лесорубам вот такие вот машины со здоровыми шипами? Увидел в деревне Пэтшоп. Решил зайти. Встретил там своего братана. Я с ним поздоровался. Он со мной нет. Понял, что это не братан. Решил посмотреть на питомцев. Понял, что в этой деревне что-то точно не так. Вместо животных продавались головы лесорубов. Пулей выскочил из Пэтшопа. Увидел указатель. Решил бежать из этой деревни. Пока бежал из этой деревни, заметил столб огня. Подумал, что нужна моя помощь. Побежал туда. Мало ли, вдруг лесорубов жгут. Прибежал. Увидел, что какой-то чудик огнемётом поджаривает дерево. Решил проследить за этим чуваком. Увидел огромного Бигфута. Выяснил, что здешние лесорубы заключили с ним сделку. Местные жители поклоняются этому Бигфуту и приносят постоянно ему свежее дерево. А взамен этот Бигфут не ест население. Понял, что должен помочь этой деревне. Взял топор и пошёл рубить лес. Раз удар, два удар, три удар. Разгонимся, разгонимся. Ух, давненько не держал топор-то в руке. 50 километров удара в час. Ещё быстрее. Эй, не подходи. Решил запишать в магазин инструментов. Встретил братана. Поздоровался с ним. Он со мной нет. Меня начало это подбешивать. В магазине продавали ручную пилу, двойные топоры, огнемёт, замораживающий пистолет, двойные лазерные пистолеты, машинган с четырьмя стволами, покрытой позолотой. Ядрён батон, я чё, на битву с ино ложками собрался, я просто хочу лес порубить. Промелькнуло циркулярная пила, огромный молот, бензопила и тесак для вырубки леса. Понял, что я, наверное, просто отстал от жизни. И решил купить ручную пилу. Ну, в принципе, как по старинке. Вот я бегаю с топором. Всё хорошо. Беру в руки пилу. Что это такое? Почему у меня трясёт с голова, и я бегу, как будто в туалет хочу? Фиг с ней с этой анимацией. Пошёл пилить дерево. Дерево не пилилось. Подумал, что купил бракованный инструмент. Решил подойти поближе. Вошёл в дерево. Выяснил, что могу проходить сквозь дерево, но это не помогло мне его распилить. Позже я понял. Чтобы пилить этой пилой, нужно двигаться, и тогда всё пилится. Заметил, что когда я пилю деревья, в мою корзину реально складываются брёвна. Наконец-то я напилил дрова. Пошёл сдавать их Бигфуту. Решил забежать в магазин рюкзачков. Зашёл в магазин, увидел на полу шкуру медведя. Решил поздороваться с этим чуваком. До этого я не хотел с ним здороваться. В магазине продавался панцирь черепахи, кармашек с нубом, карандашик, бочонок, Ти-Ан-Ти, плюшевый мишка, какая-то пробирка, натуральный контейнер, большой контейнер, даже продавался игрок. Наверное, он не поздоровался с продавцом. В общем, из всех рюкзаков мне подходил медиум контейнер. Ну и на него у меня сейчас не хватало денег. С горя, то, что у меня нет денег, зашёл в магазин Джимми. Сразу же в глаза бросился скин медового топора. А на топоре лежит кучка, вокруг которой летают пчёлы. В общем, чтобы получить этот топор, нужно было сделать 40 квестов. В этот момент я понял, что здесь можно брать задания. Решил взять одно. Первым заданием оказалось собрать 150 деревяшек. Пошёл пилить лес. Встретил чувака, у которого вместо головы бур ужаснулся. Это что ж с ним произошло, что он решил мозги поменять на этот металлический бур? Соскучился по топорам. Купил два, в каждую руку. Вспомнил про квест. Решил посмотреть, чё там. Перебрал немного с древесиной. Сдал квест, получил 218 кэша. Решил взять следующий квест. В этот раз нужно было набрать 500 деревяшек. Наконец-то купил себе новый рюкзачок. Внутри рюкзака творился просто какой-то космос. Заметил, что с двойными топорами кидаюсь на дерево как красомаха. Взял новый квест. Нужно было собрать 250 сиропа. Чё? Какой сироп? Вы чё, игру перепутали? Я тут дерево вообще-то добываю. Пошёл искать сироп. Наткнулся на какой-то завод. Решил пообщаться с чуваком, у которого есть мозги. Выяснил, что это фабрика по производству слаймов. Пока их производишь, выделяется много токсинов. Эти токсины нужно как-то утилизировать. Учитывая, что я за экологию решил помочь фабрике. Взял контейнер с токсинами и потащил их утилизировать. Самый токсичный контейнер, который мне попался, был из золота. За него я получил целых 8 слаймов. Вспомнил, что я искал сироп. И слаймы мне нафиг не сдались. Вернулся в деревню. Продолжил искать сироп. Наткнулся на избушку с реалитетным автомобилем. Машина напомнила мне старый Rolls-Royce. Я подумал, что когда-нибудь я куплю себе такую. Ведь она продавалась всего лишь навсего за 100 тысяч сиропа. Зашел в магазин. Нужно было купить отсасыватель сиропа. Как выяснилось, без него сироп не добыть. Самый дешманский стоил 5000 долларов. Пошел копить. Накопил. Купил высасывалку. Пошел добывать сироп. Наконец-то выполнил квест с сиропом. Получил 313 кэши и 50 сиропа. Решил найти уединенное местечко. Наткнулся на кучу деревьев с сиропом. Хотел все это добыть, но они полопались. Потом снова появились. Я так понял, что те, которые лопнулись, у них типа срок годности вышел. Оказалось, что сироп выкачивать можно бесконечно и контейнер для этого не нужен. Решил залепить на мышке кнопку и пойти спать. За ночь накопил на Роллс-Ройс. Купил его. Порадовался буквально 2 секунды и понял, что это полное дно. Короче, колеса на этой машине вообще не поворачиваются. Катается она как бревно, но со скоростью Феррари. Нашел еще одного Бигфута. Фиолетового. Он здесь поедает панкейки и запивает чаечком все это дело. Ну и также рядом с ним стоял обменник. Здесь можно поменять сироп на баксы. За 169 сиропа я получил 255 долларов. Также потоптался своими грязными башмаками в чаю у Бигфута. Забрался на самого Бигфута. Ему было пофигу. Поискал залежи золота в его вшивой голове. Оторвал кусочек панкейка, потерся в них и поехал в деревню. Приехав в деревню всем своим видом показал, что у меня есть крутой Роллс Ройс. Но всем было пофиг. Взял новый квест. Нужно было получить 5 слаймов. Ну вот, поехал на фабрику. Снова таскать эти дурацкие токсичные контейнеры. Надеюсь, что я не начну светиться от этого токсина и не расползусь по полу как слайм. Перевыполнил квест. Но кого это волнует, мне дали как положено. 7 кэша и 1 слайм. Решил съездить до босса и глянуть на него хотя бы одним глазком. Нифига не доехал. Машина вошла в землю. Как так вышло? Непонятно. Пошел на своих двух. Дошел до босса. Офигел, какой он здоровый. Офигел от того, что у босса есть вертолетная площадка. Я подумал и пришел к мнению, что это просто зажравшийся местный богач. Мне босс ничего не мог сделать. Как и я ему. Мы с ним пообщались, я понял, что он хороший, малый и я решил уехать. У машины на этот счет были свои планы. В итоге я уговорил машину, что нам пора ехать. Приехал на территорию фабрики. Вспомнил, что ни разу не заходил в магазин Бубба. Решил туда забежать. Оказалось, что Бубба продает оружие, которое может одолеть босса. Если у тебя такого оружия нету, то ты с ним просто мило поболтаешь. Решил сделать селфачок на фоне Бигфута. Не вышло. Психанул и пошел купил бензопилу. На самом деле бензопила оказалась очень крутой. Она такая, какая на самом деле. То есть в реальности именно такие бензопилы должны быть в симуляторах лесоруба. Снова вспомнил про Пэтшоп. Решил прикупить себе голову лесоруба. Выглядит все это дело немножечко страшновато. Ну а если в сумме с бензопилой, то это просто вообще экшон. Техасская резня бензопилой. Короче говоря, деревня лесорубов.